Татьяна Ивановна, здравствуйте. У меня вот такая вот ситуация, ситуация очень сложная с подопечной. Я соцработник, вы же знаете, работаю в совхозе имени Ленина. У меня Нина Губина. Это наш работник. Да, работник совхоза имени Ленина, очень достойная женщина. И она сейчас находится в больнице Домодедова с переломом шейки бедра. Это очень сложная ситуация. Она настаивает на операции, но тоже нужны будут деньги. Даже если ей откажут врачи в операции, сейчас она проходит обследование, все равно нам нужны будут деньги. Потому что доход у нее, в принципе, небольшой с пенсия, не невеликое. Да, я понимаю. Да, дело в том, и не хватит, семья вообще не обеспечена. То есть люди уже, племянницы пенсионного возраста, то есть нет денег. Хотя бы помочь что-то, может быть, на операцию, может быть, на какие-то, ну что-то, хотя бы какую-то материальную помощь. Могу ли я получить теперь? Потому что я увидела вот сейчас на нашем сайте совхоза имени Ленина ролик, где Павел Николаевич Грудинин сказал, что будет помогать. Дело в том, что в администрации нашего поселка теперь принимают заявления на материальную помощь только от онкологических больных и больных с сахарным диабетом, но у которых доход ниже прожиточного минимума. Но это крах, потому что действительно у пенсионеров 80 лет, пенсия где-то около 20 тысяч. И, конечно, вот когда такие критические ситуации, я помощи не дождусь теперь никогда. Хотя Елена Ивановна Добренкова мне всегда помогает. Это у меня не первый случай. У меня такие случаи постоянно. Ломают ноги, руки люди. Я понимаю, потому что это уже люди, с которыми... И вот у меня такой вопрос. Могу ли я написать заявление вам или Павлу Николаевичу, чтобы оказали мне материальную помощь Нину Губину? Я думаю, что вам нужно написать заявление на имя директора Павла Николаевича Грудинина, сходить к нему на прием, рассказать всю эту ситуацию. А там он решение примет. Да, тем более на работник с обходом. Ну, естественно. Она наша пенсионерка. Очень она такая активная была. Она вообще очень порядочная женщина. Да, я с вами согласна. Мой совет это только вот написать заявление. Только к нему теперь обращаться, да? А потом, я не знаю... И именно в контору мне отнести заявление туда, да? Да, да. Хорошо. Продолжение следует...